Бедный Скажет, вижу тот, кто слен Все это сделал Бог во мне Скажет, славый я силен Скажет, веты я богат Скажет, вижу тот, кто слен Все это сделал Бог во мне Асана, Асана Будем петь Иисус тебе Асана, Асана Ты был распят, но кто нас есть Асана, Асана Будем петь Иисус тебе Асана, Асана Ты был распят, но кто вас есть Пойду к реке живой воды Где ты, а мы, грехи мои Милость Бог жил и любовь Не давил Спаситель мой По Нему, пусть я искупил Найду я жизнь в руках моих Буду петь, что по Христе В новой жизни я воскрес Асана Асана, Асана Будем петь Иисус тебе Асана, Асана Ты был распят, но кто нас есть Асана, Асана Будем петь Иисус тебе Асана, Асана Ты был распят, но кто нас есть Асана, Асана Скажет самым я силен Скажет бедный яблокам Скажет вижу тот, кто свет Все это сделало Бог во мне Евангелие от Луки, 10 глава С 25 стиха и ниже И вот один законник, встав и искушая его, Иисуса Христа, сказал Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же, то есть Иисус, сказал ему В законе что написано, а как читаешь? Он сказал в ответ Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим, всею душою твоею Всею крепостью твоею Всем разумением твоим и ближнего твоего Как самого себя Иисус сказал ему Правильно ты отвечал Так поступай и будешь жить Но он, желая опроводать себя, сказал Иисусу А кто мой ближний? Это Иисус сказал Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон И попался разбойникам Которые сняли с него одежду Изранили его И ушли, оставив его едва живым По случаю один священник шел той дорогою И увидев его, прошел мимо Так же и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо Самарянин же некто, проезжая, нашел на него И увидев его, сжалился И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино И посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем А на другой день, отъезжая, вынув два динария Дал содержателю гостиницы и сказал ему Подзаботься о нем, если издержишь что более Я, когда возвращусь, отдам тебе Христос спросил законника Кто из этих троих, думая, что ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он, законник, сказал Оказавший ему милость Тогда Иисус сказал ему Иди, и ты поступай так же Аминь Я думаю, что это очень уместно напомнить нам Некоторые истины граждан Божьего Царства На наши богослужения в основном приходят верующие люди В большинстве своем Люди, которые имеют практику христианской жизни Люди, которые имеют определенные навыки христианской жизни Не говоря о том, что есть знания христианской жизни Если бы сегодня, наверное, многих из вас спросить Знаете ли вы, каким качеством должен отвечать верующий человек? Большинство из вас обозначили бы те и другие, третьи и десятые И, вероятно, у некоторых перечень был бы очень большой У других чуть меньше перечень был бы качеств царства людей Которые принадлежат Царству Небесному Сегодня, изучая этот отрывок Священного Писания Иисус Христос верующим людям, своим современникам И сегодня нам хочет показать еще об одном качестве Граждан Неба Это качество сердца Это состояние сердца человека Когда верующий человек способен заботиться о своем ближнем И знаете, прежде чем мы перейдем к иллюстрации, которую Христос привел здесь Я хочу вас спросить, братья и сестры Вот когда последний раз, вот сейчас вы можете вспомнить Что вы были тем человеком, который заботился о вашем ближнем Когда ваше время, ваши деньги, ваши обстоятельства и условия, в которых вы находитесь Вы от них отказались для того, чтобы заботиться о ближнем Вы знаете, что в Евангелиях написано 38 притч, которыми Христос иллюстрировал свои проповеди Притчи Иисуса Христа были на разные темы Он говорил о сердце человека Он говорил о ближнем, о том, что мы сегодня говорим Он говорил о Царстве Небесном Он говорил о деньгах и о том, как ими распоряжаться Он говорил о многих-многих других ситуациях И Он иллюстрировал, как граждане неба должны были бы поступать в разных жизненных обстоятельствах Через каждую притчу Господь хотел донести на понятном для человека языке Определенную истину Небесного Царства И показать, как в практике, на примере, людям, то есть нам с вами к этому относиться Что следует делать и чего следует остерегаться Сегодня, вот касаясь этой притчи, мы коснемся вот этой сферы принципа Царства Небесного Как верующий человек должен реагировать тогда, когда он видит и сталкивается с нуждой других людей Я думаю, что когда мы говорим о нуждах других людей И понимая, что мы живем все же в Соединенных Штатах, в стране, где относительно хорошие социальные условия Где люди могут, по большому счету, заработать и могут обеспечивать себя Мы думаем, да какие здесь нужды? Но ведь нужды не только материальные есть, не так ли? У каждого из вас есть эмоциональные нужды У каждого из вас есть нужды в общении У каждого из вас могут быть в том числе и материальные нужды И Писание говорит, что верующие люди, если вы являетесь частью небесного гражданства Вы должны по-божьему реагировать на нужды других людей В том числе на их эмоциональные нужды Когда мы читаем притчу о самарянине, о милосердном самарянине Мы восхищаемся поведением этого человека Этого человека, который был способен оказать такое сочувствие И заметьте, нужде совершенно незнакомого для него человека Я не знаю, если вам приходилось, вот когда вы идете куда-то в определенное место И у вас есть четко определенные цели Вам обязательно нужно быть в том месте, куда вы направились И при том в определенное время И в это время вы сталкиваетесь с нуждой человека И у вас нет времени для того, чтобы стать частью нужды этого человека Я, кажется, говорил уже здесь в церкви об этом Но еще раз напомню Одна ситуация из моей жизни Это было много лет назад У меня были определенные сложности И было большое собрание верующих людей Я был одним из тех, кто участвовал в организации этого большого собрания Но в душе, знаете, несмотря на то, что вокруг так много людей Вокруг такая большая активность В душе была определенная тяжесть И тяжко было И вот закончилось это служение Я иду по центральному проходу И один из братьев Служение было на самом деле очень хорошее Один из братьев, которого я хорошо знаю И он меня хорошо знает Подходит ко мне Как дела? Я ему говорю, плохо Он говорит, ну слава Богу И пошел А потом повернулся Говорит, подожди, что ты сказал? Я говорю, плохо Он говорит, извини, у меня нет времени Сейчас поговорить об этом И пошел Дело в том, что когда мы читаем эту притчу о милосердном самарянине Мы читаем не только ее с той целью, чтобы восхититься Вот поведением этого человека Насколько он был расположен Насколько у него хватило, я знаю, внутренних качеств каких-то Чтобы стать частью нужды этого человека Мы читаем эту притчу И Христос рассказал этот рассказ Не только с целью, чтобы мы повосхищались В 37 стихе этой главы Лука говорит, что Христос сказал это для того, чтобы тот человек, который задал ему вопрос Чтобы он поступал точно так же, как поступил этот самарянин Дело в том, что, друзья мои, вы это знаете, что человеческое сердце, оно весьма эгоистично Оно испорчено Библия говорит, что оно крайне испорчено Если мое и ваше сердце, оно не подчиняется законам Божьего Царства Оно живет само по себе Оно не имеет рождения свыше Оно испорчено, оно крайне испорчено И намерения любого человека, они в конечном итоге являются очень и очень эгоистичными Дело в том, что грех, который вошел в человека Который стал частью нашего ДНК Он полностью извратил, он полностью видоизменил внутренний мир каждого из нас Потенциально в каждом из нас бушуют наши эгоистические страсти Не верите? Подойдите ко мне после собрания, я вам задам 2-3 вопроса, касающиеся вашей личности И скажу какой-то комплимент, касающийся вашей личности И вы посмотрите, как вы начнете реагировать После этого дня 2 спать не сможете Дело в том, что внутри нас все извратилось Мы стали плохими сами по себе Мы должны быть Подчиниться Богу Мы должны родиться свыше для того, чтобы реагировать по-другому Каждому человеку необходимо прикладывать определенные усилия Чтобы хоть что-то хорошее, как кто-то сказал, исходило из наших желаний и действий Человек обычно больше всего любит себя Но даже эту инстинктивную любовь к себе человек часто превращает в разрушительную силу Которая потенциально разрушается, если человек поддается разрушительным похотям и греховным стремлениям Если мы вернемся к тексту Писания, который мы сегодня прочитали Вот прежде чем Иисус Христос или апостол Лука расскажет вот эту ситуацию с этим человеком и милосердным самарянином До этого у Иисуса Христа была беседа с его учениками Кстати, в этой беседе участвовали не только 12 учеников в ближайшее окружение Иисуса Христа В этой беседе участвовал более широкий круг учеников Это было 70 учеников, так апостол Лука говорит И 25 стих этой главы говорит об этом Что когда законник подошел искушать и спросить, что мне делать Он этот вопрос задал после разговора, который был у Иисуса Христа с этими 70 учениками Дело в том, что этот законник задал этот вопрос, как мне наследовать жизнь вечную После того, как Христос разговаривал со своими учениками о вечной жизни В предыдущем отрывке этой главы апостол Лука передает диалог Христа С учениками, которые возвратились с миссионерского путешествия Их миссия была выполнена прекрасно Я думал, что вы видели миссионеров, которые возвращаются с поездки Как они вдохновенно говорят о том, как была у них поездка Как они настроены хорошо и благодарят Бога, что вот как все было Вот то же самое было с этими 70 Христос разослал этих 70 по разным местам и селениям И Писание говорит, что Он их послал туда, куда Сам хотел прийти И вот они пришли в эти места, куда Господь должен был прийти И они творили чудеса Когда они вернулись, Писание говорит, они настолько радовались Почитайте предыдущий отрывок Они настолько довольны были, что Господь их послал И дело так хорошо там прошло И они говорят, Господи, несмотря на то, что люди слышали о Царстве Небесном Но самое классное, что было, знаешь что? Духи нечистые нам подчиняются И мы настолько довольны, Господи, что мы вот Твои посланники И вот когда они вдохновленные вот этим пониманием Насколько им там было хорошо Насколько их хорошо воспринимает Христос им говорит Чему вы радуетесь? Что духи вам подчиняются? Я вам должен сказать, что я был тем, когда видел Когда дьявол сбрасывали с неба его Я присутствовал при этом моменте То есть я настолько могучий, настолько сильный Что я имею власть не только над определенным демоном Но над всем демоническим царством Но вы радоваться должны не этому Вы должны радоваться тому Помните чему? Что ваши имена записаны в книге жизни И вот тут, когда они слышат, что Христос говорит Что имена определенной группы людей записаны в книге жизни В Царстве Небесном А вероятно присутствовали многие люди И естественно, что появился у некоторых естественный вопрос Подожди, а как и мое имя там, чтобы было записано? И вот этот законник, услышав о том, что есть люди У которых имена уже записаны в книге жизни Они должны радоваться Он подходит к Иисусу Христу и говорит А что мне делать, чтобы и мое имя там было записано? Естественно, что это хороший вопрос, не так ли? И в принципе, правильная реакция Единственная сложность заключается в том, что он это сказал, искушая Господа И вероятно, он насчитал, что Господь ему скажет Ну то же самое, вот то же, что делают остальные 70 Иди поселением, проповедуй Царство Небесное Бесов изгоняй, и будет имя твое записано на небе Вместо этого Иисус Христос ему говорит Ты являешься человеком-законником Сегодня слово «законник» — это нарицательное имя То есть имя как бы человека, который, ну, законник Если вам так скажут, это вас обидит, скорее всего, да? Но в те времена это было не обидное слово Это было слово, которое означало, что это человек, который посвящен изучению закона Моисеева Это человек, который любит изучать Божий закон Он хочет понимать Божий закон Это было авторитетное прозвище И вот, когда этот человек спрашивает Христа Христос в ответ ему говорит Если ты хочешь знать, как попасть в Божье Царство Скажи, что по этому поводу говорит закон И вот, что этот человек говорит ему 27 стих И он сказал в ответ Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим Всей душою, всей крепостью Всем разумением твоим И ближнего твоего, как самого себя Попасть в Божье Царство Священное Писание очень четко, ясно предписывает как В Божье Царство невозможно поспать добрыми делами Добрые дела, вот согласно текста, который процитировал законник Являются следствием, когда человек подчиняется Господу Богу Когда почитает Господа Бога Когда Господа Бога ставит выше всего в своей жизни И затем ближний становится частью его Бога поклонения Давайте стих за стихом Этот отрывок просмотрим очень кратко 25 стих Я уже обратил внимание на то, что законник подошел к Иисусу Христу Но цель его была искусить Господа Искушая Его Вот когда вы, друзья мои, хотите получить определенный ответ Когда вы ищете в Писании, общаетесь с другими людьми Вот какую цель вы преследуете? Знаете, я знаю, что есть определенная группа людей Которые хотят прикрыть свои недобрые поступки Или свои неправильные поступки И ищут в Писании, как прикрыть эти поступки Так вот, Писание говорит, что когда мы так относимся к Писанию Этим самым мы искушаем Господа Бога Это искушение, это неправильный подход Потому что все Писание написано не для того, чтобы прикрыть какие-то наши проступки или грехи Все Писание написано для того, чтобы вскрыть их и привести нас к покаянию Библия говорит, не искушай Господа Бога твоего Когда ты читаешь Слово Божие или общаешься с другими людьми Ты должен это делать для того, чтобы увидеть себя в свете Божьего Слова И прийти в состояние сокрушения и смирения Законник говорит Иисусу Христу, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную И обратите внимание на ответ Иисуса Христа Христос не сказал ему, тебе ничего не надо делать Конечно же, я ни в коем случае не хочу сказать, что для того, чтобы мы обрелись спасения Нам нужно для этого делать определенные вещи, для того, чтобы получить спасение Так Библия не учит, Библия говорит, что спасение является Божьим даром Божьим подарком является для нас Это Божья благодать, которая открывается для нас Но спасенный человек, всегда обретая спасение Следующий его вопрос заключается, знаете, в чем? А что повелишь мне теперь делать? Вспомните обращение Савла Он только покаялся, он только прозрел свыше И следующий его вопрос был А что повелишь мне делать? Дело в том, что верующий человек, который обращается Следующий вопрос Я до сих пор делал то, что я хотел А сейчас Что ты повелишь мне делать, Господи? Говорит об ответе Иисуса Христа, этому человеку Заметьте еще раз, что Христос говорит А что говорит Писание? Как ты читаешь? Друзья мои, когда мы задаем определенные вопросы Мы должны посмотреть, а что говорит по этому поводу Писание? Смотрите, Иисус Христос, согласно Евангелии от Иоанна Он был Словом Он был тем, который являлся живым, Божьим, воплощенным Божьим Словом И несмотря на это, Он обращает внимание своих современников На записанное Божье Слово Это то второе, на что я хочу обратить внимание Что когда мы хотим узнать Божью волю Касательно того или другого случая Того или другого момента нашей жизни Нам необходимо знать, а что написано? Что говорит Писание? Главный вопрос и ответ на этот вопрос Который касается нашей жизни и смерти Он записан в Писании И по большому счету Мне и вам должно быть абсолютно без разницы Что говорят люди по этому поводу Нам должно быть Очень важно, что говорит Писание Потому что мы спасаемся не на основе слов разных людей Или их мнений А на основании Священного Писания Ответ законника, 27 стих Который он цитирует Это отрывки из книги Исхода, из книги Второзакония Заметьте, что когда он говорит Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим Всей душою твоей Всей крепостью Всем разумением И ближнего твоего, как самого себя Эти слова были кратким изложением Десяти словия, десяти заповедей Это были вобранные вместе Или собранные вместе Все десять заповедей Первые четыре, которые определяли Взаимоотношения человека с Богом И вторые шесть, которые определяли Взаимоотношения человека И с другим человеком И это уже к тому моменту Когда Христос пришел на землю Законники Как бы вот те, кто изучали закон Они вывели из десяти слов Вот это краткое понимание Как понимать закон И он заключался вот в этой простой формулировке Возлюби Господа всем сердцем Всем разумением И ближнего твоего, как самого себя Это было для всех понятно Точно так же, как сегодня учат азбуку Точно так же тогда учили Вот эту краткую формулировку Несмотря на это Законник задает вопрос Христу А как же мне наследовать жизнь вечную? Соблюдающий закон Согласно Священного Писания Гарантированно мог рассчитывать На вечную жизнь Сложность заключалась только в том Что закон, кроме Христа Закон Моисея Никто не мог исполнить в полной мере Закон только открывал людям Необходимость в искупители 28 стих говорит о том Что Христос оценил ответ законника Христос, услышав его ответ Говорит ему Слушай, ты ответил правильно Вы представляете? Сам Бог Говорит человеку У тебя правильное представление Ты знаешь, что ты говоришь И то, что ты говоришь Это правильно Ты молодец Послушайте Сложность заключалась в том Что этот человек не жил Согласно того богословия Которое он имел Христос им говорит Живи согласно этого богословия И будешь иметь жизнь вечную Дело в том, что и сегодня Как и тогда У многих людей Сложность заключается в том Что имея правильные взгляды Рассуждая верно Люди Не живут согласно этим взглядам Этот человек был представителем Четким, явным представителем Такого типа людей И сегодня вы можете встретить Много людей Которые являются христианами Членами церквей Посещают церкви Вы с ними заговорите О богословских темах И вы посмотрите Насколько они просвещены Они с вами могут И об Аде поспорить И о вечной жизни И о различных библейских Я знаю Толкованиях и так далее Но когда речь касается Практики христианской жизни У них сложности В этом плане Это вот типичное состояние Похожее на состояние Того человека Которого мы сегодня читаем 29 стих Говорит О реакции этого человека Смотрите Но он Желая себя Оправдать Знаете, друзья мои Мы уже сегодня говорили Что сердце человека Испорчено И одно из проявлений Испорченности Человеческого сердца Заключается в том Что Когда человека Обличают Во грехе Или в проступке Вместо покаяния Он желает Себя Оправдать Скажите Вас когда-то обличали В чем-то Помните Вашу реакцию Помните Как часто Тогда Когда вас Обличили Вы покаялись И сказали Виновен 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 А что чаще было Когда вы сказали Виновен Каюсь Или вы искали Себе оправдание Вот это Одна из сложностей Одна из сложностей Людей Которые знают Божье слово И когда они Сталкиваются С тем Что Божье слово Обличает Их Взамен Взамен покаяния Что должно быть Правильной реакцией Взамен этого Появляются Оправдания А знаете Сколько оправданий есть На каждое наше слово На каждый наш проступок У нас есть оправдание Или найдется Оправдание Не так ли Если одно не сработает Второе сработает Второе не сработает Третье не сработает Если даже Люди не поверят Но мы Все равно будем доказывать То или другое Сердце человека Испорчено Дело в том Что с момента Грехопадения Человек вместо того Чтобы признать Свой грех Он ищет оправдание Помните Адам в момент Грехопадения Вместо того Чтобы покаяться Он оправдывает себя И он говорит Богу Господи Проблема не во мне Проблема в жене Которую Кстати Ты мне дал ее Господь Бог Обращается к жене И говорит А ты что сделала Она ему тоже говорит Господи Ну проблема не во мне Проблема в змее Которому ты разрешил Чтобы он гулял по саду Вместе с нами И так далее И так далее И прочитайте Все священное писание Вы заметите Что это С завидной последовательностью Повторяется От одного человека К другому Этот законник Был не исключением Тогда когда Слово Божье Когда Иисус Христос Его ввел В угол покаяния Вместо того Чтобы покаяться И сказать Господи Да Я лукавил Вместо этого Он начал Себя оправдывать И знаете Что он нашел Себе в оправдании В оправдании Нашел Подожди Ты мне объясни Кто мой ближний Потому что По отношению К Богу У многих людей Кажется Что они Правильно Восполняют Свои обязанности Ну разве Вас Можно обличить В том Что вы Бога не почитаете Что ваше сердце Не принадлежит Богу Что вы Неправильно Поклоняетесь К Богу Скорее всего Что нет Но если Перевести На вашу Христианскую жизнь На практические Такие моменты На моменты Взаимоотношений Согласитесь Что там Это более очевидно Не так ли Когда вы Ссоритесь С родными Близкими Когда вы Жадничаете Когда вы Обсчитываете Кого-то Или еще Какие-то вещи Другие Делаете И поэтому Этот законник Знал Что по отношению К Богу Его сложнее Уличить Он Согласно Закону Вероятно Соблюдал Субботы Не кушал Ничего От того Что нельзя Было Кушать То есть Он Праздники Праздновал Как положено В синагогу Ходил Или в храм Ходил Жертвы Приносил И так далее Не имел Богов На стороне Истуканов У себя Но вопрос С ближними У него Был Серьезно Нарушен И поэтому Когда он Столкнулся С этим вопросом Он Христу Говорит Подожди Так ты мне Объясни Вообще Кто мой Ближний Это Говорят Богословы Была Одна из Сложностей Толкования Того времени Потому что Ближним Кого Можно было Считать И считали Что этот Ближний Или этот Ближний И Христос Ему Объясняет Что с Божьей Точки Зрения Означает Ближний Христос Ему Рассказывает Историю О человеке Который Попал В беду 30 стих Начинает Рассказ Этой Истории На это Сказал Иисус Что Один Человек Шел Из Иерусалима Верихон И попался За Разбойником Разбойники Сняли С него Одежду Изранили Его Ушли И оставили Едва Живым Вообще У Иудея Иерусалим Всегда Связан Был С местом Поклонения Господу Иерихон В отличие от Иерусалима Отличался Тем Что Был Связан Как место Торговли И заработка И вот Когда люди Из Иерусалима Шли В Иерихон Это было Понятно Что Когда идут В Иерусалим Идут На Поклонение Богу Когда идут В Иерихон Идут На Заработки Идут Для того Чтобы поклониться Своим Ну Заработать Куда? В Момоне Правильно В Момоне Ну Во всяком случае И Христос Специально Приводит Эту иллюстрацию Вы знаете Дело в том Что В те времена Существовало Понимание Что Если человек Попал в беду Идя на Поклонение Богу Вот В Иерусалим Три раза Помните Мужчины Должны были Семьями Приходили на Поклонение Богу Если ты Встретил Человека Который Идет В Иерусалим На поклонение Ты ему Помочь Обязан Почему? Он твой Ближний Он твой Брат В Боге Да То есть Ну в общем А если он Идет По своим делам Ну заработать Да То есть Ты можешь Пройти рядом Потому что Деньги Деньгами Да То есть Как бы там Кто кого Обойдет И вот Этот человек Идет Из Иерусалима Верихон И Христос Умышленно Показывает Вот эту ситуацию Для того Чтобы показать Божье понимание Что значит Ближний На самом деле Друзья мои Мы много Сложностей Встречаем На нашей дороге Желаний Заработать И жить лучше Согласитесь Что большинство Сложностей С которыми Вы встречаетесь В вашей повседневной Жизни Они связаны Именно с этой Сферой Вашей жизни Именно там Чаще всего Верующие люди Проявляют Свой характер Я когда-то Помню В церкви Встретился С одним человеком Которого Надо было Обличить В том Как он ведет Себя на работе Со своими С людьми С кем он работает И когда Я сказал ему Что так нельзя Что верующий Человек Должен По-христиански В том числе Поступать На работе Он мне сказал Знаешь что Церковь Церковь А бизнес Бизнесом Но это Вы понимаете Что это Неправильное Представление Человек Везде Должен быть Верующим Человеком В том числе На работе Так вот Много сложностей Которые мы Встречаем На нашей дороге Желаний Заработать И жить лучше Они связаны С той дорогой Которую мы Выбираем Ежедневно Потому что На этом пути Есть честные люди На пути Заработать Писание говорит Есть священнослужители Которые тоже Хотят заработать Они тоже Почему-то шли В ту же самую Сторону Но на этой дороге Есть и разбойники И вот С кем-то Обязательно Придется Встретиться Время от времени Вы знаете Что на этой дороге Некоторые из вас Встречались С разбойниками Ну разного плана Может быть Не средневековыми Разбойниками Современными Разбойниками Но они и есть То есть И с ними встречаешься И можно встретить На этой дороге Многих людей Которые Попались Современным Разбойникам Я не буду озвучивать Их названия Но Есть современные Разбойники 31 и 32 стих Говорит Что По этой же дороге Идут священник и левит У каждого из них И у священника И у левита Были свои важные дела В Верихоне Кстати Мы не знаем Какие у них там были дела И Христос не уточняет Но Они по какой-то причине Шли по этой дороге Возможно Это были Проблемы Связанные с их служениями Они там Несли служение Может быть Там их семья жила Может там у них был бизнес Но что-то у них было Почему они шли В Верихон И вдруг И один и другой Эти два священнослужителя Сталкиваются И Библия говорит Что они буквально Спотыкаются От человека Который Лежит израненный И избитый Он буквально Полуживой И каждому из них Нужно изменить Свои планы Я вот представляю себе Вот они идут И натолкнулись На человека Если бы вы столкнулись С человеком Который еле живой Умирает Вам тоже Наверное Не просто было бы Большинство из вас Наверное Даже не знаю Не знают Как первое дыхание Там Помочь сохранить Человеку Или раны перевязать Или что-то еще Но тем не менее Вы один Дорога пустая И человек Который Столкнулся Который Находится В таком состоянии Я вот Читаю текст Писания Представляю себе Священник Подошел Посмотрел Вокруг Никого нет Если бы кто-то Был Я так думаю Что он бы Остановился Во всяком случае Совесть бы Заработал Да Что бы мне Скажут люди А тут Посмотрел Вокруг Никого И продолжил Путь Через какое-то Время Спотыкается Об этого же Человека Другой Священнослужитель То же самое Вокруг Никого И пошел Дальше Почему Христос Приводит Как пример Священнослужителей Я не знаю Точно почему Но вероятно Потому что От них Прежде всего Ожидалось Что они Окажут помощь Так сказать По долгу Своей службы По долгу Своего призвания И в церковь Вы когда приходите Вы первые Хотите Чтобы вам К вам Обратились Кто Священнослужители Да Вы от них Как бы Ожидаете Больше Поэтому Когда мы Рукополагаем Священнослужителей Мы говорим Что От вас ожидается Больше Чем от других Людей Пасторы Диаконы Да То есть От вас ожидается Больше Чем от других Людей И посвящение И время Поговорить С другими Людьми И в поклонении Господу И в посещении Собраний И посещении Людей На дому И так далее И так далее Ожидается Большего Но это не значит Что от всех Остальных Ничего не ожидается Писание Говорит Что все люди Верующие люди Люди Нового Завета Должны проявлять Любовь Должны проявлять Уважение По отношению Друг к другу Терпимость И многие Многие Другие И качества Но эти два человека И священник И левит В этой истории Оказались Что Их долг Священный долг Был долгом А их бизнес Или эгоизм Был выше этого Вы знаете Мы каждый Сталкиваемся Вот с этими Ситуациями Современники Иисуса Христа И сегодня Мы с вами Что С одной стороны Есть наш долг Перед Господом Есть то К чему Он нас призывает Есть наш эгоизм Есть наши дела Земные Которые нас Также связывают И мы всегда Стоим Перед выбором Или остановиться И помочь Человеку Или пройти Дальше И заняться Тем Чем мы Занимаемся Если вы Посмотрите На прошлую Неделю Прошлый Месяц Вы заметите Что у вас Тоже были Эти случаи Когда Был Человек Который Нуждался В помощи Который Нуждался В вашем Сочувствии Нуждался В вашем Вашем Времени И Дух Святой Который Говорил К сердцу Вашему И говорил Что это Твое Время Ты оказался На этой Пустынной Дороге С этим Человеком Рядом Для того Чтобы Оказать Ему Помощь Может быть Кто-то Из вас Подчинился Голосу Духа Святого А кто-то Прошел Мимо Считав Что тот Долг И те Вещи Для которых Вы Направлялись Они важнее Чем Жизнь Того Человека Кому Вы Могли Оказать Помощь Я сталкиваюсь Постоянно С этими Ситуациями Когда Определенные Люди Нуждаются В помощи Определенные Люди Нуждаются В эмоциональной Помощи В эмоциональной Поддержке Или физической Помощи И рядом Невозможно Найти Абсолютно Никого Знаете У нас в городе Большие Огромные Церкви Славянские Церкви И американские Церкви Церкви Которые Насчитывают Тысячи Тысячи Членов Церкви И при этом Люди В таких Огромных Церквах Продолжают Оставаться Одинокими И Неподдержанными Никем Потому что Каждый Из нас Имеет Вот свой Мирок Который Кажется Нам Самым Важным И мы Сами Того Не Замечаем Становимся Вот этими Священниками Левитами Которые Проходя Мимо Оглянувшись Вокруг Что никто Нас Не заметит Проходим Дальше 33 стих Иисус Христос Приводит Пример Совершенно Другого Человека Он Приводит Пример Самарянина Человека От которого Не ожидалось Такого Расположения И такого Сострадания Самарянин Он был Человеком Которого Считалось Что у Них Богословие Оно Узурпировано Они Часть Закона Моисеева Поддерживали Они Не верили В пророков Они Свой храм Подстроили И Всякие Такие Вещи Они Были Смешаны С языческими Народами У них Были Смешанные Браки И От них По большому Счету Не ожидалось Никаких Высоких Духовных Идей Принципов Поддержек Эти Люди Они Были Неуважаемые Людьми От них Старались Держаться Подальше И вот Христос Приводит В пример Этого Человека И написано Что этот Человек Когда Проходил И увидел Столкнулся С той же Самой Ситуацией Перед Которой Столкнулись Правильные С точки Зрения Религии Люди И когда Он Столкнулся С этой Самой Ситуацией В его Сердце Что-то Произошло И Писание Называет Или Христос Это Сформулировал Таким словом Он сказал Что Он Жалился Дело В том Что Друзья Мои Без Сострадания Без Способности Иметь Жалость Человек По большому Счету Похож На животное Существо Вспомните Что наш Бог Отец Является Богом Сострадающим Богом Который Умеет Жалиться Над Нами Это Является Одной Сущностей Божественного Естества И когда Верующий Человек Рождается Для Бога Первое Что он Приобретает Или одно Из первых Каче Что он Приобретает Он Приобретает Способность Уметь Жалиться Знаете Меня Ужасно Беспокоит И удивляют Люди Которые Называют Себя Христианами И которые Могут Безжалостно Топтаться В чужих Душах Которые Могут Безжалостно Рубить Других Людей Которые Смотря на Страдания Другого Человека Он Может Пройти По Нему Затоптать Его И при этом Вести Себя Очень Благоговейно В кавычках Верующие Люди Это Люди Которые Должны Сострадать Друг Друг Которые Должны Поддерживать Друг Друг Которые Должны Видеть Нужды Друг 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 И участвовать В нуждах Друг 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 Знаете Меня Беспокоит Сегодня Состояние Нашего Мира И когда Я говорю О нашем Мире Я не имею Ввиду Вообще Все Глобальное Что происходит Оно в целом Тоже меня Наверное Беспокоит Но не До такой Степени Потому что Наш глобальный Мир Вращается Вокруг Наверное Тысячи Может быть Полторы Тысячи Людей С которыми Мы сталкиваемся В течение Недели И меня Беспокоит То бессердечие С которым Мы проходим Мимо Нуж Друг Друга То бессердечие Когда мы Говорим О проблемах Друг Друга Когда В определенную Семью Приходят Определенные Сложности И трудности И когда Другие Люди Как говорят Об этих Трудностях И сложностях Недавно Разговаривал С одной Семьей В одной Как и надо Знаете Я представил Себе Когда готовился К этой проповеди Если бы Эта женщина Которая Увидела Нужду В другой Семье И так Прореагировала На эту Нужду Если бы Она Оказалась Вот Той Женщиной Которая Проходила Бо И увидела Бо Этого Человека Израненного Как бы Она Прореагировала Прямо Когда мы Читаем Священное Писание Христос Вот заканчивая Эту историю Я еще один раз Вернусь к этому Он это сказал Не просто для того Чтобы еще одна Притча Прозвучала Он сказал Это для того Чтобы Тот Который Хочет Войти В Царство Небесное Который Хочет Иметь Жизнь Вечную Чтобы Он Поступал Так же Как кто Как священник Или левит Нет Чтобы он Поступал Как самарянин А как самарянин Поступил Запомните Первое Он Жалился Самое первое Это сострадание Которое Ты можешь Оказать Ты не можешь Оказать Другому Человеку Помощь До тех пор Пока ты не можешь Сострадать ему Вы знаете Мы часто Молимся О наших Детях Которые Проходят Знаю Сложностями Мы не можем Им оказать помощь До тех пор Пока не начнем Сострадать им Если человек Борется с грехом И он не может Выйти из него Вы не можете Ему оказать помощь До тех пор Пока не научитесь Сострадать ему Когда человек Когда человек Имеет сложности В семье Вы не можете Оказать помощь Пока не научитесь Сострадать Это одно из Важнейших Принципов Христианской Жизни Мы должны Научиться Сострадать Друг Другу 34 стих Говорит о том Что Сострадание Имеет Не только Словесное Наполнение Смотрите 34 стих И подойдя Перевязал ему Раны Возливая масло И вино Затем посадил На осла своего Принвез в гостиницу И позаботился О нем Знаете Когда мы Сострадаем Человеку И только Говорим Брат Сестра Я так Тебе Сострадаю Я так Понимаю Тебя Ты знаешь Мое сердце С тобою В принципе Это хорошо Потому что Слова Они первые Которые Касаются Наших душ Но послушайте Человек Который Находится В нужде Он нуждается Не только В том Чтобы Сказать ему Добрые слова Представьте Что к этому Человеку Который попал В беду Подошел Самарянин И сказал Ты знаешь Друг мой Я так Тебе Сочувствую И вообще Бедненький Как ты попал В эту ситуацию Почему Все на тебя И все на твою голову Наверное До этого У тебя тоже Были такие Ситуации Боже мой Какую судьбу Тебе Господь Дала Как мне Тебя жалко Ладно Ты смотри Самое главное Не умри Да То есть здесь И пошел Хорошие слова Сказал Правильные слова Сказал Но послушайте Писание говорит И Христос Это подчеркивает Что сострадание Оно имеет И физическое воздействие Сострадание Оно Исходит Из того Что человек Делится Тем Чем он имеет Писание говорит Если видишь Нужду Брата И при этом Говоришь брату Питайся И грейся И не дашь ему Нужное для тела Что пользы Какая польза От твоих слов Потому что Сострадание Часто Требует Нашего времени Друзья мои Если вы Хотите А я думаю Что вы хотите Быть вот этими людьми Похожими на этого человека Вы хотите Войти в Царство Небесное Так вот Граждане Небесного Царства Они имеют Время Для того Чтобы Проводить Время С теми Кто Находится В сложностях И трудностях 35 стих Говорит Что Сострадание И любовь К ближнему Она также Будет отражаться На нашем кошельке Смотрите А на другой день Отъезжая Он вынув Два динария Дал содержателю Гостинице И сказал ему Позаботься о нем А если Сдержишь что более Когда возвращусь Отдам тебе Если Мы хотим Сострадать Мы хотим Сострадать Если мы дети Божьи Мы должны знать Что это будет Требовать Определенных Расходов Это будет Отражаться На нашем кошельке Это будет Отражаться На нашем Семейном бюджете Это будет Отражаться Может быть На нашей работе Еще на чем-то Но оно будет Иметь Материальное Вложение Если мы Не готовы На это Писание Говорит Что граждане Небесного Царства Так должны Поступать Знаете Опять-таки Вернусь К нашему Времени Сегодня В Соединенных Штатах Америки По большому Счету Не сложно Заработать Кто-то Из богословов Сказал Что Посмотрите В течение месяца Куда И на что Уходят Ваши деньги И посмотрите Сколько Из вашего Семейного Бюджета Или из вашего Личного Бюджета Уходит Денег На то Чтобы помогать Нуждающимся Вы скажете А где Нуждающиеся Посмотрите Вокруг Если наши Деньги Работают Только на нас Если наши Деньги Работают Только для меня Мы ничем Не отличаемся От многих Мирских людей Мирские люди То же самое Они заботятся О себе О своей Семье Заботятся О своем Отпуске О доме В котором Они живут Нормальные Мирские Семьи Они так Поступают Если вы Христианин И живете Только так Весь Весь Бюджет Вращается Только вокруг Потребности Вашей Семьи Вы ничем Не отличаетесь От мирских Людей Смотрите Христос Приводит В пример Этого Человека Самарянина В пример Его Сострадания Он показывает Что у него Есть время Более того Он свои Деньги Тратит На этого Незнакомого Ему Человека Более того Он провел С ним Время Он потратил Своё вино Своё масло Потратил Осла На своем осле Прокатил Его Льдовез До больницы Скорая помощь С того времени А после этого Он говорит Я заплачу Ты о нём Подзаботься Я заплачу Если ты что-то Больше Израсходуешь Я вернусь Обратно Я заплачу Знаете на что Ещё хочу обратить Внимание Что когда Он оказывает Ему помощь Он Оказав Первую помощь Пройдёт Какое-то время Он посетит Его заново Он вернётся К нему заново Вот это Есть христианское Сострадание Это то К чему Христос Призывает Граждан Неба 36 стих Христос Задаёт вопрос Законнику Вот сейчас Ты послушал Эту историю Вот скажи мне Вот кто Из этих Троих Был ближним Вы помните Что согласно Закона Ближним Или как Они трактовали Закон Ближним Должен был Быть человек Которого Имеет То же самое Вероспоедание Что у тебя И вот Христос Ему рассказал Эту историю И говорит И сейчас Скажи Кто из этих Троих Был ближний Ответ Простой Тот Который Оказал Помощь Это Твой Ближний 37 стих Говорит Что Законник Отвечает Ему Оказавший Ему Милость И тогда Иисус Сказал Ему Иди И ты Поступай Так же Дело в том Что друзья мои Наш Ближний Является Человек Который Нуждается В помощь А вы В это время По Божьему Ведению Оказались Рядом С ним Не кто-то Другой А именно Вы Вы знаете В Израиле Священников Было Много Левитов Было Еще Больше Но Именно Эти Два Человека Оказались В том Месте Где Проверялась Их Вера Где Проверялась Их Принадлежность К Небесному Царству Вы знаете Самарян Было Очень Много И Людей По этой Дороге Из Иерусалима Верех Он Ходило Много Но Оказался Именно Этот Самарянин Вы знаете Людей Вокруг Нас В нашем Мире 7 Миллионов Почти Нет А Миллиардов Извините Так Сократил 7 Миллиардов Да 7 Миллиардов Почти Но Каждый Из Нас Встречается С Несколькими Сотнями Недели Может быть С Несколькими Тысячами Людей И На нашем Пути Господь Обязательно Пошлет Того Человека Который Будет Нуждаться В Нас И Только В Нас И Согласно От Этой Истории Мы Можем Быть Одним Из Тех Которые Пройдем Мимо Занимаясь Своими Делами И При Этом Будучи Неспособным Оказать Ему Помощь Или Можем Быть Тем Добрым Самарянином Который Найдет Время Найдет Средства Для того Чтобы Оказать Ему Любовь Христос Говорит Как Наследовать Жизнь Вечную Иди И поступай Так же Точно Так же В заключении Хочу Друзья Мои Еще раз Вернуть Нас К вопросу Если Вы Вспомните Или Попробуйте Вспомнить Кто Был Вашим Ближним На Прошлой Неделе Или В Прошлом Месяце Был Ли Тот Человек На Прошлой Неделе В Прошлом Месяце О Котором Вы Можете Сказать Господи Вот Это Был Мой Ближний Я Был Тем Человеком Который Оказал Ему Помощь Который Нашел Для Него Время Который Посвятил Ему Время И Другие Ресурсы Которыми Ты Меня Наделил Или Наоборот Глядя В прошлое Вы Можете Сказать Господи Я Помню Этого Нуждающегося Я К сожалению Оказался Тем Который Просто Прошел Мимо Я Оказался Тем У Которого Не Было Времени У Которого Не Было Желания У Которого Не Хватило Духа Для Того Чтобы Показать Любовь Я Уверен Что Бог Пошлет Вам Ситуации Когда Вы Сможете Оказаться Для Кого Ближним И На Следующей Неделе И В Следующем Месяце Мы Должны Помнить Что Граждане Небесного Царства Это Те Которые Любят Господа Всем Сердцем Которые Любят Господа Всей Душою Любят Сею Крепостью Любят Всем Разумением Своим Это Те Которые Любят Ближнего Своего Как Самого Себя Пусть Господь Поможет Чтобы Каждый Из Нас Помнил Эти Простые Вещи Что Царство Небесное И Связано С нашей Заботой О Нашем Ближнем Пусть Бог Даст Силы Каждому Из Нас Амин Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok